как они идут украинские войска на куража не правильно заметили но вопрос этого куража я тоже видел он не связан с его внутренней силы или энергии он связан с препаратами которые им поставляет соединенные штаты а шо там мужики роемся закладочку ищем доблестная армия лнр они по три таблетки утром только принимать и если не принял никого не выпускает вот там кураж ему все равно убьют его или он попал или он пойдет вперед давай собрались и внули отсюда ему бесполезно они под наркотой вот чем проблема вот весь кураж на лиман сдуйте а то на уходите тут роетесь том что вы сказали по поводу значит отсрочки на отсрочки для студентов отсрочки по мобилизации знаете здесь изначально изначально министерство обороны доложило что целые целый ряд категории наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации и перечислили но но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли и поэтому на представленные минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде что не учел изначально позицию самого министерства обороны и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы вот сегодня я уже отдал на на выпуск указ он уже подписан где выносятся эти самые коррективы в том числе и по вопросам которые вы сейчас подняли тоже увы не чтобы просто поесть это же не говоря об амуниции вот нам выдали боевой комплект то есть боевые патроны были найдены в части они найдены на улице в части никакой медкомиссии не было нигде на очереди первый день как только мы приехали сюда мы жили на улице и в второй день 90 процентов людей которые находятся здесь больны ни одно оружие не писано ни на одного человека 22 уголовного кодекса российской федерации автоматы списаны со склада ни на нигде не числятся вооружение 70-х 80-х годов это полигон все думают что солдат рождается на войне солдаты отрождается только на полигоне если мы страну не превратим в полигон она станет театром военных действий насильно мобилизованные жители луганской области отступившие из района красного лимана приехали в город счастья луганской области где уже несколько дней вынуждены жить просто под открытым небом командование не разрешает им возвращаться в тыл обвиняет их дезертирстве и требует чтобы они возвращались дальше на фронт под угрозой расправы настолько скотским отношением к мобилизованным жителям донбасса возмутились даже отдельные российские военные один из них записал видео в котором показал все это описал ситуацию показал в каких условиях сейчас находятся вот те самые жители донбасса которых по словам путина россия якобы защищает от страшных притеснений видео это настолько показательное оно настолько наглядно иллюстрирует весь тот кошмар который там сейчас творится что в принципе она не нуждается даже ни в каких комментариях давайте просто посмотрим меня зовут артемьев павел ячиславович я гражданин российской федерации проживаю сервером посаде московской области стрелковый батальон луганской народной республики который вышел с окружения в краснолиманском районе поселок дробышево находится в городе счастье приходил с окружения с большими потерями личного состава боекомплекта продовольствия личных вещей со всего батальона осталось сто девяносто три человека все сто девяносто три человека стоят на трассе на обочине потому что высшее руководство далее в расположение части никого не пускает все что осталось от колонны с техникой техника была нажита своим трудом наше руководство не посчитало нужным пока мы здесь обеспечить нас водой теплыми вещами спальниками добрый человек и смешной постоянно угрожают дисбатом привлечением к уголовной ответственности дальше этот россиянин берет интервью у одного из отступивших солдат и тот подтверждает на камеру что дела у россиян действительно идут не очень хорошо михей расскажи пожалуйста как мы уходили как мы выходили с кольца с потерями большими обрисуй ситуацию чтобы мы достучались артиллерия ушла мы оставались одни нас начали крыть минометами артобстрелами попала колонна когда здробушево на яровую направление яровой выходили вернее как здробушево в направлении лимана выходили нас тупо слили нас накрыло артой приказ был выйти в лиман в лиман мы вышли но мы были одни не было ни боеприпасов не было ничего все сгорело вытянули кого смогли пацаны до сих пор там остались лежать на асфальте все наши друзья все наши товарищи остались там а это остатки нашего батальона который вот сейчас мобилизован 19 числа незаконно медкомиссию не проходили личных вещей не дали дали только автомат 4 рожка и штык нож все больше ничего не получал о нас заботятся пацаны которые вышли с потерями с боя прямо во время съемки этого репортажа одному из мобилизованных стало плохо ну видимо от долгого проживания просто открытом воздухе без воды и еды и люди стали кричать чтобы ему вызвали скорую вот так выглядит отношение российских командиров к насильно мобилизованным жителям Донбасса как я давно говорю не нужно никакой вообще украинской пропаганды не нужно ничего вообще выдумывать потому что такое же нарочно не придумаешь реальность давным давно уже перевесила вообще все гипотетические выдумки и эту реальность что важно да снимают фиксируют сами россияне это все выкладывают нам остается только это распространять вы знаете я давно говорил о том что Путин не защищает жителей Донбасса на самом деле а просто истребляет население Донбасса и вот то что мы видим это же наглядное тому подтверждение ведь притеснение это никогда нужно учить украинский язык вообще изучение любого языка не является притеснением не может считаться притеснением притеснение это вот такое издевательство над людьми это когда к ним вот так вот относятся это когда их вот так вот заставляют мобилизует а потом заставляют жить под открытым небом еще и обвиняют в том что они там плохо воюют плохо выполняют распоряжение Путина хотя они вообще на это не подписывались вот такие дела давайте поделимся этим видео очень важно распространять эту информацию доносить его до как можно большего количества людей в том числе чтобы и в самой России это тоже все видели и подписывайтесь на канал это тоже очень важно видео и Субтитры создавал DimaTorzok